Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях инбосик. Вы ждали, а мы пригласили. Приятного вам просмотра! Сейчас будем знакомиться, общаться. И мы напоминаем, что ссылочка на инбосик будет в комментариях, и ссылка на наш новый канал тоже будет в комментариях. Так что, всё, смотрите, переходите, подписывайтесь. Да, здорово, Боря! Здравствуйте всем! Великолепный и неподсоримый инвокер. Сколько у тебя матчей на инвокере сразу поделись? Да, вот знаешь, уже под пять тысяч так. Нексумия, получается, растёт. Ну, как сказать, это такой спорный вопрос, но что-то типа, знаешь, что такое, типа... Наблюдал вообще, кстати, за этим игроком? Ну, когда-то, когда-то очень давно, в свои времена, когда это было актуально, но потом как-то, мягко говоря, подзабил. Ну, понятно, ты когда сам играешь, тебе что-то интереснее самому изучать, ну, кайфовать. Ну, или просто не до этого, ты просто играешь, кайфуешь. А у тебя инвокер единственный герой, на котором, типа, овер много матчей, или есть ещё какой-то герой? Ну, прям, что был овер много матчей, нет, больше никого нету, потому что, ну, просто нет какого-то желания на ком... Кого-то ещё просто каждый день пикать по десять раз в день, поэтому это только инвокер. Ну, есть ещё, конечно, много героев просто в пуле, но там, там немного матчей, и они, то есть, на таком просто среднем уровне. Ну, вот так вот, когда банят инвокера, либо забирают, кого ты обычно берёшь, типа, чё? Ой, ну смотри, есть вообще два настроения. Есть настроение, когда я готов на ком-то ещё поиграть, а есть настроение, когда ты зашёл чисто пошпилить на инвокере. Вот, если ты зашёл чисто пошпилить на инвокере, ну, можно либо ревнуть, либо вот у меня есть такая короночка, Если забрали инвокера, я не знаю, что пикнуть Я всегда не знаю, что пикнуть Это сразу же выходит ZXCSF То есть, знаешь, на мужика выйти с кем-то разобраться Ну, то есть, за такие поступки Так, а для обычных работяг перевести Что ты сейчас наколдовал в словах ZXCSF Сразу на ФП выпускает Такой, типа, ну Теперь стало понятно Да, да, да Показать яйца, соответственно, пообщаться с тем, кто забанил инвокера Или, там, забрал Чтобы больше так не делали, да? Ну, да, да, да То есть, показать, что лучший инвокер, чем, там, коронный харьковский демон С кайлами, поэтому Окей А, кстати, с какого ты города? Я, да, с Харькова, конечно Это уже, знаешь, то есть, да Харьков стал таким исторически мемным городом И это очень приятно Потому что здесь, конечно, происходят всякие странные вещи, которые Лучше не рассказывать в прямом эфире, я так понимаю Ну, да, и которые вряд ли где-то еще происходят И поэтому очень приятно так восслаблять Харьков Там, вот, то есть, харьковский санстрайк Абикит, там, харьковский инвокер В миде Потому что, это, конечно, это ZXC Power, харьковская мощь Все, я понял Ты прям столько слов наговорил, что Да Перегрузил мозг, наверное, всем зрителям Я сегодня очень общительный, поэтому Это пойдет нам на пользу Ну и момент истины, босик Расскажи, пожалуйста, как ты пришел Вот к тому, что ты решил Сыграть на инвокере 5000 матч Или это просто как-то спонтанно пришло к тебе? Ну, вообще, инвокер в моей жизни появился очень случайно Я, когда начинал играть в Dota Мы играли в Dota вдвоем с моим лучшим другом И вместе, типа, как учились Но я уделял времени больше, а он уделял времени меньше Я смотрел больше гайдов всего И был таким, типа, знаешь, как профи То есть, там, вдруг только начинает Я уже за все шарил, там мог подсказать еще что-то И в один день он просто такой, когда мы только начинаем играть Говорит мне, типа, слушай, там есть такой герой, типа, на котором очень сложно сыграть Типа, ну, осилишь ли? Я ему такой, да, вообще, типа, легко Вызов, вообще не проблема, да, вызов, вызов принят Сейчас посмотрим Ну, я такой захожу, там, смотрю, ой, прикольно Много кнопок, что-то само кастуется Думаю, ну, все, герой интересный, стоит еще поиграть Ну, и потом, случайно, так вышло, что ни на ком другом не захотелось вообще То есть, слишком сильно запал Шикарно А как тебе идея пришла создать ютуб-канал? Ты же не так давно, по идее, создал ютуб-канал Ну, как, ну, это уже как пару лет Почти как пару лет Ну, идея пришла Меня подбил на это Рома из E25 Вот я всегда хотел заниматься чем-то таким Но, знаешь, сложно начать, потому что очень много факторов Чего-то ты не умеешь, где-то ты во что-то не веришь, еще что-то И вот он просто мне помог, такой, говорить, типа, делать Волшебный пендаль тебе дал, и ты такой, блин, все Вот его и не хватало, как раз Это был реально волшебный пендаль Знакомая история Потому что я занимался там бустом, еще чем-то Не знал, чем заниматься И у меня, короче, долго не было компа Я в доту вообще не играл И вот когда появился комп Я что-то просто сижу, играю в доту, еще чем-то занимаюсь И захожу в один момент, кроме на стрим И он мне такой, говорит, типа Ну, он мне реально дал пендаль Он такой, типа, я не понял, ты почему еще, типа, не сделан канал Не делаешь там какие-то видосики, еще что-то Я такой, типа, ну, блин, если ты сказал, то окей Давайте попробуем И вот, и это же, в принципе, он и придумал ник-нбосик Я очень долго думал, какой ник сделать Потому что у меня был ник просто-босик То есть это как Просто такая кличка по жизни Все всегда называли И я такой думаю, как назвать канал И вот он говорит, а что если совместить инвокера И, типа, и твой ник И получилось инбосик А, вот интересная история Самые идеальные всегда самые простые Да Прикольно Ну что, давайте, наверное, перейдем конкретно к обсуждению героя Познакомились, так скажем Вот И расскажи сразу, когда ты берешь Мидос Когда ты не берешь Мидос По стартовому закупу Ой, ну Мидос нужно брать вообще всегда Потому что инвокер без Мидоса Это труп Потому что Мидос, он Ну, во-первых, даете, как бы это смешно ни было Он дает атак спид Атак спид Это, ну, ты берешь перчатку онлайн И уже можешь что-то делать То есть, допустим, с перчаткой и без перчатки Там Без перчатки ты не можешь убить половину героев Которых убил бы с перчаткой Во-вторых, Мидос это то, что позволяет тебе Ну, в случае такой себе игры Быть полу АФК Формить там три спота в минуту И при этом иметь какой-то левел и айтемы То есть без Мидоса Там Очень сложно что-то иметь по игре инвокеру Но если игра хорошая Секундочку Прерву Прерву Давай уточним сразу Есть игры, где ты играешь на Вексовом Или у тебя вот онлин Только Экзорд Вот все Тогда Тогда теория с Мидосом понятна То, что он всегда нужен Окей Ну да, ну Накосексом, естественно, его никто не берет Хорошо Да, ну и вот так вот По стартовому закупу еще имелось в виду Что ты покупаешь промежуточными шмотками? Всегда ли стик? Всегда ли два нуля? Или ты как-то варьируешь? Ну два нуля вообще всегда Два нуля всегда Как минимум, потому что они дают Супер приятный мано-реген А вот по поводу стика Он невероятно редко берется Только на линиях Где прям спам происходит тотальный Где тебе не хватит классов, чтобы жить И чтобы просто нормально ставить линию В таких случаях берется стик Но это там условно 2-3 героя То есть какой-то Зевс, Лина Я думаю Больше таких вариантов нет Ну максимум SF еще очень редко можно взять Хорошо И по таймингу Мидасика сориентируй Сразу те, кто будет учиться играть на инвокере Какой-то средний тайминг Мидасика Ну Это восьмая Это где-то восьмая минута Плохой это девятое-десятое Идеальный седьмая-восьмая То есть как-то так Хорошо Ну и самый интересный вопрос Как раскачиваться на инвокере В каких ситуациях Ты там варьируешь свою раскачку По сверху? Ну вообще раскачка на линии Зависит прям на 100% От того, против кого ты стоишь И тут уже Ну Там есть около трех билдов Нужно думать Против кого ты стоишь То есть иногда ты берешь кваз в два То есть без векса играешь Иногда векс на четвертом Но в основном это векс на четвертом Если ты планируешь убивать И кваз в два Если ты просто пассивно стоишь в линию Ну Ну допустим Дирсаклин убежен Стоит там где-то далеко То есть до шестого левела До условного торнадо Его точно никак не поймать Если он не дурачок И сам тебе не подойдет куда-то на хайграунд И получается В этой игре кваз в два Кваз в два вроде бы был Да, по-моему так и было Ну и потом просто Ты выкачиваешь в экзор Да, либо кваз еще качаешь Ну кваз остается в два Потом максимум добирается в три То есть кваз он нужен Чисто ради хаппори дела То есть там Допустим стоишь в линию В театном зевске кидает Свои болты арклайт Ты что еще что-то Ты понимаешь что проседаешь Берешь кваз в три Там качаешь лес Видишь что проседаешь Берешь кваз в три Если хватает регена Можно кваз больше чем дал Вообще не брать Потому что весь упор идет на лак И то есть нужен в экзор Максимальный Понятненько Ну и вот восьмая минута Как раз таки Подходит к концу Миндосик есть Миндосик проюзан Неприятно конечно Что здесь вся бахну В том моменте По ботинку Птшечка Тревела Просто голый ботинок Что ты выбираешь И в каких случаях Ну вообще Голый ботинок И потом какой-то орчат Или еще что-то Потому что просто Так рано Опать ботинок Не совсем целесообразно А именно из запнутого ботинка Это только травла Потому что Они слишком много дают Они дают тебе дикий МС Которым ты можешь мчаться По всей карте Ты можешь постоянно сплитить Там летать на базу То есть просто слишком много опций Вот если просто Это такая вещь Которую очень сложно Описать Это просто нужно поиграть С каким-то ПТ И с травлами на инвокере Чтобы понять суть Потому что если Там кто-то поиграет Пару игр с ПТ Он просто поймет Насколько это неприятно И ужасно У тебя там нет МС А ты еле бегаешь Ты не можешь полететь В другую часть карты Еще что-то Инвокер это именно Такой герой Который создает суету Постоянно везде Присутствует Еще вопрос Таланты на инвокере Все же чаще Игнорятся? Ну до 19 левела Да потому что Сферы там Гораздо приоритетнее Стоят То есть Талант на 10 левеле Он остался Также без изменений Его просто не берут Хоть я и там Хаос Миссер уран 30% Все таки Процентажный урон Ну да Ну вообще Допустим Насчет таланта На метеор Я его не беру Вообще никогда То есть Я раньше брал Только метеор Инвиз никогда не брал А потом Когда сейчас Поменялась мета Когда ты берешь Орчет Бегаешь по карте Всех убиваешь Все таки Инвиз стал настолько Профитом Что сколько бы там Не было урона С метеора Инвиз Остается фаворитом Потому что У тебя просто Постоянно приходится Нажимать инвиз Чтобы зайти куда-то Где есть Вижен у противников Инвиз Чтобы быстро уйти И поэтому Инвиз прожимается Просто по кд И Таун на нем Мастхэв Что Чем ты заменяешь Вот последующий Айтем Допустим В этой игре Сказал Что покупаешь Себерчет Как часто Вообще Ты берешь Что-то Этем Есть ли Какие-то Альтернативы Типа Может барабанщики Какие-нибудь Или Что-то На уровне Ну да Есть вообще Два билда Это Либо Медасорчет Либо Какие-то Драмы Медас Стравла И Билд с Арчидом Он такой Он типа Агрессивный Он берется В случае Если ты можешь Давить Ты там Будешь бегать По карте Который Бывает Что-то Делать Если же Противники Сами давят Или просто Там такой Пик Который Ты не можешь Пойти И убивать То я беру Обычно Вместо Медаса Арчида Сначала Барабаны На линию То есть Барабаны На линии Получается Минутик Шестой И прям До Талава На линии Душить Просто Там Медера Минут Десять Не давая Ему Никуда Уходить Ломай Ему Вышку И вот В случае Если Не нужно Как-то Агрессировать Куда-то Лезть Беру Барабаны Медас И потом Сразу Стравла То есть Без Арчида Без ничего Просто Барабаны Медас Стравла Такой Магический Билд Типа Инвокера Такого Который Не лезет Вперед И больше В этой игре Просто Пик Такой Что С Арчидом На 15 Можно ходить И убивать Всех То есть Ни один Герой Ничего Тебе Не сделает Там Тролля Можно пойти Раза 3 Убить Он ничего Не нажмет Зевса И так далее То есть Тут просто Арчид Очень хорошо Заходит Понятненько Ну я снили Из нейтральных Айтемов В принципе Инвокер Не привередливый Наверное Брошка Какая-то Лучше всего Тебе Чужележка Упала Как я выбрал Агрессивный билд И буду как-то Играть агрессивно Лучше зашел бы Аркин ринг Потому что Он дает статы То есть Те же 10 Инты И еще чего-то А вот Брошка Она лучше всего В таком Магическом билде Где ты играешь Через барабаны Медастрово Лаккита Где ты Просто бегаешь На потенцовочке Збувнали Ну и по таймингу Арчидо Сориентируй тоже Ой, тайминг Арчидо Хороший до 15 То есть Арчидо Всегда должен Появиться до 15 А там Как пойдет В каких-то играх Он бывает Вообще на 13 То есть Это считается Прям невероятно Круто Ну а так Средний 14 14 То есть Дефолтно На самом деле Для любого персонажа Ну и Нокер Наверное Получает его Раньше Потому что Он один из Немногих Мидеров Который Мидасик Все покупают Да Я бы не сказал Он получает его Раньше Потому что Допустим Сейчас Часто Залетают Штормы Которые Неапая Ботинок Беру торчит Общих Десяток Одиннадцатый У нас был На восьмой Минуте Шторм На восьмой Минуте Купил Соберч Да Ну вот Поэтому Но у тебя Я говорю О том Что у тебя Смидасом У тебя Творца Очень много И По отношению К другим Многим Лидерам У тебя Сейчас 6900 На 1230 По таймингу При том Что вы Еще Летите 2000 Золота Да Но Мидасом Смидасом Берется То есть Как бы На будущее Он еще Не успел Никаких Своих Плодов Дать Поэтому Ну Да Хорошо Понятненько Ты Векс Постепенно Выкачиваешь Класс Все-таки В троечку У тебя Появился Класс В троечку Потому что Как-то Нужно Жить Хилиться Вот Простой Пример Почему Класс 3 Потому что Допустим Идет Какая-то Обычная Драка И У меня Просто Случайно Какими-то Левыми С пылами На кодце Там До 200 хп И чтобы Потом Не бежать На базу Я условно Пойду Поформлю Лес Оду минуту И мне Нужно За эту Минуту Отресторить Клл хп И соответственно С классом В 2 Не выйдет С классом В 3 Ты 10 секунд Побел Лес Уже Фуловый И Приятно Ловили Логику Ловили Какие-то Драки У вас Тут В миде Ну Зевс Умер Поэтому В принципе Ну Драки В миде Скажу Так Сейчас На хай ПТС Они Просто Происходят В каждой Игре Невероятно То есть На минуте 9 10 У тебя 5 Героев В миде И происходит Просто Пвп Война Не на Жизнь Поэтому Это Вполне Нормальное Явление Да Я тут Что-то Подумал Что Зевс Может Ультануть А он Ультовал Тебя Да А я В тот Минт Забыл С С Всегда Лучше Видно Согласись Что Когда Ты В игре Находишь Кстати Смотришь Ли Свои Реплеи Вот Еще Вопрос Такой Интересный Ну Смотря С какой Целью Так Вообще Не Смотрю Единственное Зачем Я смотрю Чтобы Какие Мувики Поделать Понарезать Еще Что То То Я просто Не вижу Смысл Анализ Своей Игры Не вижу Смысл Этого Делать Потому Что Все Фейлы Которые Там Есть Или Что То Я Понимаю Во Время Игры В Ее Процесс Если Условно Из-за Что Проиграл Игру Я Сразу На Месте Понимаю Из-за Чего И Смотреть Реплеи Есть Микро Моменты Которые Ты Не Замечаешь Ты Видишь Только На Реплее Поэтому Иногда Очень Даже Полезно Боря Горячая Кровь Он хочет Играть Правильно Боря Ну Что То Типа Типа Того Ну Просто Такие Уметы Будет Очень Редко Вот Как Допустим Ну Нужно Просто Пример Вот Допустим Если Момент Зевсун Типа Как Он Поможет Если Тут Суть В том Что Хочется В Гре У Тебя Куча Разных Мыслей Всего Это Просто Ну Можешь Забыть То Тут Просмотре Плей Очень Поможет С аршидом Очень Важно Начинать Что делать На карте Как-то Прессовать Потому Что На Этой Минуте Противники Просто Не Могут Дать Отпор Вот Допустим Я Спокойно Захожу Во Вражескую Тройку И понимаю Что Я убью Любого Героя Который Сюда Подойдет Из-за Этого Получается Щимим Противников И Легче И Своей Команде В случае Если Она Подфидела Линии Или Что То Не Так И Ты Как Бы Просто Как Бы Так Скать Вылетел Слово Из-за Голова Ну Короче Снова Болишься Будет Хорошо Очень Много Урон Твоего Героя Троген Нажимаешь На себя Лак Рот И 300 Плюс Урона Притом Под Колд Снэпом Под Арчидом Сейчас К сожалению Из-за Увокера Сделали Героя Который Больше Просто Бьет с руки И То Здесь Уже Виноваты Только Валв Потому Что Вот С каждым Годом Из-за Увокера Все Больше Делают Из-за Какого-то Физовика Потому Что Еще Даже Год Назад Когда Был Старый Аганим И Увокер Вообще Не Бил С руки То Была Цель Купить Аганим К 15 И Пойти Как Такого Убивать А Сейчас С Тем Кулдауна Мульты Которые Есть И Совсем Тут Проказ Общение Подавать И До Минута 20 Тебе Просто Приходится Чуверление С руки С двумя С полами Запиливать Противником Там Лайвили Слушай Повода Варчи Давать Мы Поговорили Оградишь Ты Арчи Тузблаторн Да Обязательно Но Это Делается Прям Самым Последним Салатом Под Текс То Текс Блаторн Это Супер 5 Кхп Мисс Мисс Какие Байты Мы Не Были Абсолютно Любой Герой Объедем Не Жили Вы Живешь На Тоненького Было Да Смерть Была Близка Как Живольно Хлоп Хорошая Соб Твоих Позабрал Это Было Прям Очень Красиво Пайф Леринджи Нет Не Хватило По Идея Прям По Направлению Кидал Немножко Не Достал Бывает Бкб А в каких Случа А в которых Как в этой игре В которых Бкб После арчит Берется Вообще Практически Всегда Потому что Ты лезешь Вперед Ты как-то Стараешься Драться И В 95% Ну вообще Почти в каждой Игре Тебе без Бкб Просто Моментально Сломают лицо И Приходится Брать его Как нужда То есть Иногда Бывает Такое Что Ты берешь Арчит И не можешь Пойти Никого Убить И просто Ждешь Бкб Потому что Без Бкб Сразу же Ловишь Какой-то Один стан Умираж Чуть-чуть КД ульта У тебя была Поэтому Санстрайк Не получилось Своевременно Выкинуть Хорошие ветра Ман Сейчас Восстановишь Немножко Блок без Хукшота Он нажимал И вы увидели Это В принципе Блока Можно Не опасаться Какая-то Долгая Затяжная Драка Вот так В ноу-вижене Стоит Клокверк И не выходит Из него Чуть-чуть Невероятно Важна Позиционка Потому что Тебе нужно Играть Очень нагло Заходить Крен знает Куда Давить Противников Но при этом Нельзя Подставляться И как-то Умирать Поэтому Позиция Допустим На примере Этой драки Просто Стоял Полчаса Крен знает Где В стороне И ждал Какого-то Момента Когда Могу выйти Что-то Сделать Нет А ты Неплох Наинвоке Хочу Я тебе Сказать Ну Так-то Такое Знаешь Это пассивная Пассивная игра Ты наоборот Играешь Очень красиво Честно говоря Не присматривался За твоими играми Наинвокере Я слушал Тебя на стриме Но за игрой Как я не сидел Ты реально хорошо играешь Спасибо Круто осознавать То что есть Такие игроки Пожелаем тебе Дальнейшего процветания Твоего Иту канала Спасибо Ты часто стримишь Да У тебя основной контент Вообще Как бы стримы Или все-таки Ролики На канале Вот раньше Я всю жизнь Был чуть ли не фуллтайм стримером То есть там Стрим каждый день И ролики по возможности Вот Вот недавно Около месяца полтора назад Я решил это Переделать И стал больше делать Ролики Чем стримы Ролики стали Потнее Там на ролик Уходит больше недели Просто непрерывной работы Но Вот по делу В ролике месяца полтора Сейчас потихонечку Опять возвращаюсь к стримам Или стараюсь как-то 50 на 50 Миксовать Потому что все-таки Все-таки я человек Который не может прожить Ни дня без там Игр пяти на инвокере И Я просто захожу поиграть И Поэтому Пришел к такому выводу Что все-таки Стримить это круто И сейчас стараюсь Как-то миксовать Ну а какой-то Соблюдать баланс Наверное Все-таки 50 Ну да 50 наверное Даже идеально будет Даже возможно 60% отдавать стримам А и 40 там В ролике Ну да Ну допустим Раньше стримил Каждый день Сейчас было Затишнее Было стримов Чуть ли месяца Чуть ли не месяц И теперь опять Через день Как-то Стараюсь Бедные герои Мы с тобой Босик Пораз попадались Даже в ранкеде Да Я помню Даже я одну Играл Игру против тебя И было сложновато В те моменты Когда Когда у тебя было Много шмоток Не я помню Мы с тобой вообще Играли года два назад Когда у меня Не было компьютера Не было ютуб канала Даже три года назад С рума изи 25 в пати У него на стриме У него там было Человек 200 на стриме И мы тогда вместе У него играли То есть невероятно Давно прям Вот этого я не помню Это когда я еще Свой канал Наверное развивал Да А я и так помню Что я тогда Пикнул ТВ Скал что затащу И вообще не затащил Да Ну бывает С кем не бывает Да ну не Да ну не Вот здесь Вот здесь Вот здесь Да Здесь Такой мисплей Произошел Просто невероятный На нереальный Мувик Был момент Ну не такой На прям хороший Мувик Не умрешь Походу Да Можно умереть Нельзя умереть Санстрайки Санстрайки Выцеливаешь Как часто ты Санстрайком Через скан Убиваешь героев Ну просканил Там возле фонтанчика Если есть такая возможность Всегда Потому что Скан это настолько Имблывая вещь Вот как только Его ввели Не помню сколько лет назад Я сразу понял Зачем он был сделан Просто сразу же понял Это для меня Сразу же научился Им попадать Да и вот Я полностью Проскан всего один раз В ролике Когда ты рассказывал Эту фишку Но дело в том Что сканом Можно просто Сто процентов попасть Там всего лишь Все что нужно Все что нужно Это когда ты сканишь Просто правильно Поставить камеру Чтобы у тебя На мини-карте Показывалось Ну вот там На мини-карте Есть такой значок Типа твоей камеры Прямоугольник И нужно просто Поставить ровно На краюшек скана И в таком случае Как только Загорится скан У тебя Вражеский герой Будет именно Прямо В углу твоей карты Все я уловил И очень легко Таким образом попасть Поэтому Еще раз Если там кто-то Убегает на лоу хп И у тебя есть скан Там почти всегда Попадание Еще раз ребят Более как бы Ну постараюсь Еще раз рассказать Чтобы вы поняли Вы когда Вводите по мини-карте У вас квадратик Такой прямоугольничек Он подсвечивается Вот И соответственно Навели Этот прямоугольничек На мини-карту На вражеский фонтан И вот Нажимаете скан Под краешек Этого прямоугольника Соответственно Не-не-не Нужно сначала скан Потом свою карту Пострелить Окей Ну наоборот Да И потом просто Нажимаете на страйк Под конец этого Прямоугольника Правильно понимаю Да Ну Получается Да Как только Загорается красным скан Это значит Что противник у тебя Прямо в углу монитора И тебе нужно Там уже Ну чуть-чуть просчитать То есть как он идет И дальше Сложно конечно Объяснение Поэтому я попытался Еще раз рассказать Чтобы все поняли Ну да Это так На словах За 2 секунды Это только нужно Показывать Прямо развернуто Минут 10 Нужно да Чисто показывать Но в целом Попробуйте в лобби Я думаю Что ты сам Доходил до этого Путем Пробы ошибок Правильно Конечно Это все опыт Вот сейчас был Хороший пример Зачем нужна травла Потому что только в топе Была какая-то грязь Там что-то Пушил тавр Толкал линию Кого-то убил Сразу же телепорт в бот И сразу же тролль Который находился в боте Умирает То есть Очень важно быть таким Мобильным Чтобы быть всегда И везде И как-то щемить противников Не давать им играть Вообще нигде У меня к тебе Два вопроса Во-первых Сколько игр нужно Человеку Возьмем Среднестатистического Человека Который просто играет В доту На там 3-5 тысячах ММР Допустим Условно Вот Сколько им игр нужно На инвокере Чтобы освоить Такие азы Чтобы иметь Винрейт Хотя бы 50% Ну вот это На самом деле Самый частый Вопрос Который я когда-либо Слышу И суть в том Что Точного ответа На него нету Потому что Все крайне индивидуально И зависит От самого человека То есть У кого какой Опыт Который может быть Связан с инвокером Допустим Кому как дается Запоминать скиллы Не спешить в файте На автомате Что-то прожимать То есть Тут уже зависит От самого человека То есть Если там Допустим Кто-то проиграл Всю жизнь В MMORPG И привык По 100 кнопок В обе или в линейке Какой-то нажимать Ему естественно Будет легче И так Хорошо Все-таки Все-таки Назови Назови число игр Инбосик Да числа Вообще нету Кому-то хватит 10 Кому-то не хватит 1000 Просто инвокер Это такой герой Вот у меня были примеры Писал парень Типа у меня 3000 Игры на инвокере Я не могу опнуть 3к Я такой Что? Ну то есть Я ему сразу Пишу Все Давай сюда Все Я загорелся Это я хочу увидеть И да И такое более чем бывает И вот другие примеры Там допустим Кто-то бустит на инвокере У него там 1008 ММР И все лишь Сто игры на инвокере Но при этом Он там отыгрывает Просто Просто великолепно Поэтому Бывает Факторов Слишком много Да Это невероятно Много факторов Это уже Больше от самого человека Зависит И слишком индивидуально Хорошо И второй вопрос Как часто Коры на тебя пиликают Керрят твои команды Пиликают Ты качаешься Много Вот Тут даже дело Не вкачаешься Пиликают в каждой игре В невероятном количестве По одной причине Потому что Люди просто не понимают Как нужно играть на инвокере И считают твой геймплей неправильным У меня вот допустим Был миллион Таких ситуаций Когда я фармлю орчит Минута 12 И я говорю Типа Вот я в начале игры Всегда стараюсь Рассказать команде Примерный свой план Чтобы они под меня подстраивались Допустим Типа Так парни Я сейчас фармлю Орчит до 15 И на 15 Иду с вами Всем ломать лица И вот если тебя слушают Это хорошо Но если тебя не слушают Там у тебя условно На 10 минуте Может быть Какой-то фарм Где дерутся все Ты дофармируешь Минуту с ворчит Ну не можешь Просто драться И на тебя там Все начинают мигать Орать тебе Типа Друг Ты там чего Афк Типа Понятно У нас там Мидер 1 И т.д Вот потому что Не все догоняют Как нужно Так Ну в общем Не всегда подстраиваются Под то что ты говоришь И Ну да Не всегда просто понимают Что тебе Нужно Куть оплата Игрей И так далее Ну что ж Ты думаю Пытаешься Донести до них Я Понимаю И твою позицию И в принципе Некоторых игроков Которые тоже Подноют Можно понять Потому что Ну иногда Знаешь Бывают такие игры Когда Твой мидер Часто фармит Много фармит Там морфлинг Инвокер А у врагов Может быть бегать Какой-то тильник Да Условно бегать Из И войд спирит Бегать в мапу Начать душить Там уже с 7 минуты 6 минуты По дроны Вот и поэтому Нужно просто команде Грамотно доджить Все эти драки Если выиграть И с этим Боевой герой Инвокер спокойно Может давать отпор На тоже 10 минуте На 8 На кое угодно Ему просто Нужны какие-то плюсы То есть какая-то поддержка Если есть какой-то Саппорт со станом То там можно Такой отпор дать Что Там эти тильники Просто Переходят Приходить к тебе в мид Поэтому Инвокер в этом плане Боевой Но ему очень сложно Когда с ним никто не играет То есть ему Нужен обязательно кто-то Потому что тебе нельзя Подставляться Тебе на ранних Лавлах Когда у тебя нету Каких-то айтемов Или Нормальных сфер Нужен стан Какой-то Чтобы кого-то где-то Как-то убить И поэтому Если никто не помогает Конечно ему очень сложно Но если его душит И есть хоть один герой Который ему поможет Там Это уже Солнится нормально Берешь ли ты Аганим на этом герой Очень редко В магическом билде Когда Есть Что-то Под что подходит Катаклизм То есть я его беру Либо когда у тебя уже Семь слотов Очень много денег Лишь бы взять Либо Тогда Когда у тебя какой-то Войд И ты видишь Что они криворукие Или Какие-то просто Мастаны Понятненько Ну в принципе Все абсолютно логично С какими героями Тебе Приятнее всего играть И против каких героев Ты не хотел бы играть На своем персонажа На инвалиде Вот Неприятнее всего играть Против Вот как ты говорил Героев Которые минуты на 15 Начинают уже конкретно давить Или против четверок Вот Четверки Кине Клоквер Это сейчас Самые имбовые Просто герои Которые есть Они вот с четвертой минуты Живут у тебя на линии И настолько мешают Это просто шот Поэтому вот Профиткова Очень люблю играть Ну и вот Неприятнее всего для инвалиде Это герои Которые Скажем так Выжидают Нападают Что-то типа Легенки Антимага Такие герои Которые не показываются В файте Ждут пока ты покажешься И только потом на тебя нападают Потому что против них У тебя просто Либо У тебя всего два варианта Ты либо Сам не показываешься В файте минут 20 И в итоге ничего не делаешь И ждешь пока не покажется Либо Врываешься в файт И тут сразу же ловишь Какую-то дольку Это я без слова В лицо И умираешь Поэтому вот Герои Которые не показываются В файте И Быстро вырезают Это просто Это просто жесть Понятненько Ну и по альтернативным билдам Мы уже поговорили О Блаторне О Хиксе Об Аганиме Что ты еще можешь купить На инвокере Что тебе может пригодиться Какая еще вариативность присутствует Ну типа Есть как два билда Вот есть проверенный билд Самый такой рабочий Самый Ну Если нужно точно победить То обязательно нужен билд Орщит Хекс Потому что с этим билдом Ты невероятно самостоятельный Ты там У тебя есть БКБ Жка Тебя не убить Ты за кекс Убиваешь любого героя То есть просто Самостоятельный билд Где тебе не нужна Ни команда Ничего Но если же играется Через второй билд То есть без Арчи Да просто там Травлами дас То там берутся вообще Любые айтемы Какие тебе только Захочется То есть там можно взять БКБ Можно взять Шиву Можно Аганиму То есть все чисто Под игру подстраиваешься И берутся любые айтемы Просто этот билд Немного плох тем Что ты все таки Зависишь от команды Играешь больше на кого-то Чем на себя То есть в соло Ты не можешь допустим Выйти и убить роляк Я допустим Часто сделаю Ну потому что Без условного хикса Без чего-то такого Ты этого Не сделаешь Я чувствую логику В твоих словах Прямо Она реально прослеживается Это прям ощущается То что С хиксом С арчидом Там с БКБ Ты какой-то просто Индивидуальный Даже можно сказать Керри игрок На такой стадии В моменты Когда именно Инлокер был Именно кастовым Билд был очень похож Только арчид Заменялся Рефрешером То есть Был билд У БКБ Рефрешер Хекс То есть Сначала Хекс Потом и рефрешер Появлялся Ты бегал в инвизе И через рассказ Через инвиз Угла у любого кора На любой стадии игры С рефрешером Вообще Никто не убегал Да Но сейчас Блокерн берется Потому что Просто нет смысла Давать 20 скиллов Если ты можешь За условно 5 тысячек И один спел Убить любого героя На любой минуте Поэтому это Как бы самый профитный билд Ну а так вообще Да Если ты пытаешься Играть в самостоятельного героя То Хекс Брался всегда Потому что Ну потому что Это просто как имба Он полностью вырубает героя И даете возможность Сделать с ним все Что захочешь Вот в этой игре Идеально Будет показываться Импакт этого билда Потому что Вот именно с таким билдом Можно лезть Что-то не На вражеский фонтан 1x5 Нажимать бкб И тебе никто ничего не сделает Прямо абсолютно Ну в общем-то главное Чтобы не было контроля Сквозь бкб Ну да Ну или моментальной Инициации Да Инвокер очень боится Инициации и контроля Потому что Потому что Это просто жесть В основном Ты имеешь Только один Нетворст Ты как бы Мидер И на тебя просто Идет охота То есть тебе не дают Чего-то делать И тут Либо ждать Пока твоя команда Полностью вся пойдет вперед И там Покажет всех противников Но такое бывает редко Либо еще что-то И вот приходится Запариваться Что-то Клокверк Да Он умрет Интересно Он заблансил От Санстрайка Ты кидал наперед Он остановился А потом прошел А потом снова остановился Да Вот Санстрайком Последнее время Уже как полгода Постоянно с него Начинают все файты Потому что Очень удобно Отдать себе куда-то Вижен Где ты плюс-минус Предполагаешь Есть герой Если ты даешь Санстрайк Там реально стоит герой То ты просто Под Санстрайк Блинкуешься Даешь какой-то орчит И там уже Просто труп моментальный Вот На инвокере Я повторюсь Очень важно Нужно играть Агрессивно Но при этом В меру То есть Важна позиция Все такое Потому что Те одновременно Нужно прыгать Под Т-3 И убивать Там каких-то коров На виду всех Но и одновременно С этим нельзя поставиться Чтоб тебя не убили За секунду То есть Ты можешь стоять на варде Там На тебя Тему куда-то Достал Еще что-то И это все Нужно контролировать Ну и вопрос Который хочется Тоже уточнить Пока ты тут Бегаешь Прыгаешь Как бы его правильно Сформулировать Как ты думаешь Какие у тебя Проблемы возникнут На инвокере Если ты Допустим Зайдешь на 8500 9000 аккаунт Сможешь ли ты Играть на инвокере Имея свой Текущий уровень Игры На 9000 То есть С 100 челами Так я так играл Я Невероятно Много играл На хайверагах И Проблемы Проблема в том Что вот Никто не любит Экзерт его инвокера Все ожидают От инвокера Абсолютно разное И вот я беру Инвокера на фп И как бы этим показываю Что типа Ребят нужно Под меня подстроиться И Когда у тебя залетает Какая-то скепера На керри И какой-то драфт Который вообще Не делится минут 25 Это прям Невероятно сложно Играть на инвокере Потому что Каждый ждет От инвокера разного И вот Краснохайверагах Все хотят Квасвекса Который просто будет Бегать по линиям Как-то помогать команде Создавать спейс А вот Допустим Мой геймплей На экзорте в инвокере Очень сильно отличается Потому что Ты так не делаешь Ну ты вот Ну как сейчас Прыгаешь на вражеский фонтан Под ПКБ 1 в 5 И всех убиваешь Теперь Ваши команда помогла Можешь трампажечку Оформил газ Ну Важно не перенаглеть До этого В соло убил Тролля На самом деле Очень красивая игра На фоне у нас идет На фоне наших обсуждений Я думаю Зрители Ну я смотрю Я слушаю Гусика параллельно И смотрю Там кстати Клокверк После того Как ты убивал Тролля Клокверк нажал Тебя кукшот Должен был прилететь К тебе на кукшоте Да И торнадо сбило Там либо торнадо Либо блаш Что-то такое Я честно не увидел Ну потому что Если ты говоришь Торнадо Значит что надо Ну вроде бы торнадо Не может Блаш Я не помню Там либо Либо блаш Ну да Ну что-то подзбило В итоге Ко всего вышло Хорошо получилось Согласен Кайфово Ты уже чувствуешь себя Просто как рыба в воде Слушай Это прикольная фишка С Sunstrike Честно говоря Даже никогда Об этом не думал Да Вот видишь Ты первый От кого я это увидел Это реально Крутая рабочая тема Возможно Кто-то использовал Это Но просто разумно Ты прям Походай Это делаешь Да И это работает Реально работает Ну да У меня просто Очень агрессивный геймплей На инвокере Никто не ожидает От того что Инвокер будет Лезть куда-то Ну вот Условно Только что Было живо Там три героя Просто прыгают Под фонтан Подсмотреть Какого-то убивать За полторы секунды И подбок Об этом Ничего не сделать И противники Просто не ожидают Подставляют И за счет этого Получается Такой хороший Сноубол Нормальный Бедный Клокер Здесь Дрога Пытался Спасти Просто Понимаю Бедная Дровка Хорош И подстрелил Отлично Вышел Молчал Был хукшот Но у него не было хукшот Но так ощущение Что он был Танчик Нереально плохо Получается Соло Сколько у тебя Уже 25 кило 8 к до 30 Остановись Хватит Тормозов нету Да Дед Вижу Цель Не вижу Препятствия Инвокер Это такое Это знаешь Это как Такой небольшой Наркотик Все Взял Инвокера Идешь Хрен знает куда Глаза горят Как часто Ты до 30 уровня Доходишь На инвокере И по талантам Кстати Расскажи До 30 левела Честно Так Не вспомню Ну как Иногда доходит Здесь больше Зависит от От самой игры Сколько в ней Там Спектр Антимакс Венов Насколько она затянется Но Редковато Редковато Потому что 30 левел Это прям Очень поздно Я думаю Мало ли Вдруг там Каждая вторая игра Левел 30 На инвокере Ходишь Бегаешь 49 Да По поводу талантов Они дефолтные Это Гост волк Потому что Просто постоянно Приходится нажимать Инвиз Это два фаржа Потому что Фаржи Это Вот здесь Титана Пытался Санстрайком убить Я смотрю Кто-то показал Степнулся Думаю Не показалось Думаю Чекну санстрайком Извини Я перебью тебя А разве По твой же Плейстайл Кулснеп Не актуальнее Ну типа Просто суть в том Что типа Кулдауна Кулснепа С головой хватает И Ее просто Некуда нажимать Чаще Ну допустим Ты когда играешь На инвокере У тебя в голове Есть там 50 комбинаций Как с чего Ты можешь начать файт И какими с планами Продолжать Допустим Ты можешь начать файт С Торнадо ЕМП Стенки И при этом У тебя останутся Все дамажущие скиллы Ты можешь продолжить файт Но при этом Убрать каких-то героев Выбить позицию И еще что-то И суть в том Что просто Во-первых Кулснеп особо Так некуда сувать Во-вторых Два фража Это слишком умбово Потому что Ну у меня чуть менее Половину нотворца Дают фаржи Потому что ты фаржей Постоянно отправляешь По линии Линия сплитится Ты фаржей можешь Дополнительно контролить И забирать Ими каждого хрипа Вот у меня Очень много игр На трору блейде Я когда-то был там Ну у меня были Очень хорошие результаты На тб И я так привык Там Одновременно С двумя иллюзиями Контролить три линии И фармить По 500 крипов Что вот на инвокере Постоянно контролю фражей И эти два фража Они мало того Что сплитят Делают какую-то грязь Так они еще Очень много фарма приносят Уловили Хорошо Ну и следующие таланты Ты взял себе Урон по лакарите Ну да А лакарите Это понятно Потому что лакарите Это сейчас основной спел На инвокере Вообще То есть от этого Все играется Ну и бласт Потому что бласт Слишком бой Ну а там даже нет выбора Там минус Сомор фражей Это прям смешно Типа ну вот Фрица прямо сейчас Вы за двух фаршей Чтобы никого-то били Ну я вообще Такую ситуацию Не представляю От сплэша Даже банально Просто умрут Там все Будет приставать Молу Ну да Поэтому контролить Полностью бесполезно Это на 25 Уловили Хорошо Грация Получилась Засолочка Нереальная Да Это правда Следующая Красивая игра Белплей Инвокер Вон там писалось Что типа Miracle Smur Бла-бла-бла Смур Миры-бла Как думал Ну да Апнул 25 на инвокере И сколько у тебя матчей Сколько у тебя матчей Потребовалось Чтобы аппнуть 25 Ой Так точно не сказать Потому что Когда я Аппал левел Дота Плюс У меня уже было Сколько игр на инвокере Я так особо Не замечал Потому что можно аппнуть За разное количество Игр Зависит от того Делаешь ли ты квест И куча разных факторов Но вообще Вроде как Чтобы аппнуть 25 Левел Нужно 20 игр Насколько я знаю То есть мне так что много Вот и заканчивается игра Спасибо тебе То что залетел к нам выпуск На самом деле Мне очень понравилось Я и слушал тебя И параллельно Очень вникал в игру Кайфовая игра Получилось Захотелось поиграть на инвокере Но я этого делать не буду Потому что Потому что Пожалеть нужно Димаэтов своих Да-да-да Инвокер Герой сложный Герой практики Стоит не Подпишитесь на босика Подпишитесь обязательно На его канал Ссылочка будет В описании И в комменте Да-да Также наш новый канал Повторюсь Тоже будет там же Переходите Заходите Добро пожаловать Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok